Кандидатшу от партии Родина, Московского Патриархата, многие незаслуженно обвиняют в непоследовательности. Некоторые даже доходят до того, что обвиняют ее в исключительной способности переобуваться не только в прыжке с переворотом, но и даже просто стоя на одном месте. Но мы категорически не согласны с такими суждениями, поскольку они рисуют образ человека, который лишен какого угодно постоянства, а это не совсем так, или даже совсем не так. Ей всегда нравились деньги, причем в этом плане она оказалась не такой привередливой, как по поводу обуви, одежды, сумочек или автомобилей. Она любила и продолжает любить национальную валюту, гривну, валюту противника, рубли, ну а также доллары, евро, ну и не побрезгует юанями или даже драхмами или ливийскими динарами. Никто уже не может наверняка сказать, в какой валюте ей отсыпал Муаммар Каддафи, но на тот момент национальной валютой там был именно динар. Но это частные аспекты и пристрастия богини. А вот все остальное, что на нее наговаривают, как раз сформирует еще одну линию постоянства. Она действительно с любовью и грациозным артистизмом умеет менять свои утверждения, убеждения и прочее. А уж обещания она меняет так, что Дэвид Копперфильд просто стер бы свои зубы до корней волос от скрежета. Самым знаменитым ее обещанием в этот раз стало снижение цены на газ в два раза. Под чем она торжественно расписалась и развесила соответствующие баннеры по всей Украине и даже там, где газа нет и он вообще там не предвидится. Надо заметить, что ее идея стала объектом плагиата и тут же некто Каплин пообещал снизить цену на газ аж в четыре раза. Ну а вслед за ним проснулся Бойко и тоже пообещал снизить цену на газ. Удивительно, но в эту кампанию с соответствующими рекламными растяжками вклинилась некто Богомолец, который о газе знает лишь с точки зрения медицины и по определению метеоризм. Весь этот небольшой газовый табун весело обещает непременное снижение, что по определению указывает на готовность принять коленно-локтевую позу перед Путиным, который только после этого что-то и может снижать на свой собственный газ, поскольку Газпром это внутренний карман его пиджака, именуемый у щипачей чердаком. Но даже не это самое веселое, а то, что каждый участник этого табуна ни разу не открывал книжку с названием «Конституция», где четко описаны полномочия президента и где указано, что в плане исполнительной власти в его руках находится только оборона и внешняя политика. Никакого газа, и боже упаси, никаких цен он касаться просто не имеет права. Кандидатша сегодня показала произвольную программу на газовую тему. Она прекрасно понимает, что для того, чтобы хотя бы попасть во второй тур, ну или даже еще больше, чтобы он состоялся, ей надо играть лицом не только и не столько в Москве, но и на Западе. И сегодня она там сыграла. Благодело, она выправила себе новое лицо. Именно на этот случай. И вот богиня, сегодня находясь в Европах, возжелала поиметь встречу с главой МВФ Кристин Лагард. На что и заметили, что в такой встрече нет смысла, поскольку богиня постоянно рассказывает о ручном управлении ценами, в частности на газ, и в частности припомнили обещание снизить цену в два раза. Видимо, в МВФ кто-то прислал фотку соответствующего баннера с ее автографом. Однако она не растерялась и выдала такой спич, что все эти баннеры даже попытались свернуться в трубочку. Она заявила о том, что никогда не поддерживала метода вручного регулирования цены на газ и никогда не высказывалась за снижение этой самой цены. Говорят, что даже ее охрана горстями жрала нитроглицерин после такого заявления, а ее лимузин просто отказался заводиться. В общем, Зеленский – просто разожравшийся КВНщик, не способный на серьезные шутки. А вот эта кандидатша очень даже неплохо шутканула, только сразу не поймешь с кем – с Лагард или со своим Лахтаратом. Впрочем, это теперь ее личный рекорд, с которым она пускай сама разбирается. Субтитры создавал DimaTorzok